Это гранит ропа киви, гранит второй фазы уборского массива с видимыми амоидом и калиопливовым шпатом, вот большие мегакристы, в основной массе кварц, биотит, плагиокласс, темноцветные минералы, потом циркон, флюорид, собственно, вот и все, сейчас будем дробить его и посмотрим, что будет. Можешь просто бросать, эти часы замочил, они вот непроницаемые. Начинаю спроба вторая, после сотки разрядов, что у нас получилось, есть там что-то показать нам? Ну там немножко осталось совсем уже, вот, примерно вот такие вот шутки, это самые большие, которые остались, то есть это самый большой, вот это тоже большие нащупал. Так, смотри-ка, вон зелененький, тоже это овоет, по-моему, нет? Зелененькая. Я пока не могу сюда дыраться, прям испугался. Думаю, в ван врывается. Все, собственно, больше ничего не осталось. Что, будем добивать? Маленькие штучки остались, да не знаю, есть ли смысл трать на это время. А что? Я думаю, там уже достаточно внизу есть. Ну... Все, наверное. Да. Что это у нас такое? Это уже, собственно, контактовая зона между гранитами третьей фазы и вот этой, но образованной мелкозерной степородой. Вот. Виден даже какой-то вот ксенолит удлиненного колоколевого шпака. Можно блестить, не знаю. Видно? Да, видно. Вот. Ну, собственно, вот это и есть форель. Сейчас ее будем дробить. Блин, я забыл нажать кнопку красную, но в чем образец лежит. Ага. Контент века, контент мечты. Так. ВГР-23, форель. Поехал. Опа. А тут почти вообще ничего не осталось. То есть все прошло, спасибо. Я не могу руками взять. А, ну, супер. Собственно. Что вы скажете, Александр, по этому поводу? Вот таких вот немножко осталось. Смотрите. Вот таких чуть-чуть нет. Ну, это крупная достаточно. Ну, это монокристалл, там больше нету никаких фаз. Все. Все пробы дробим по 100 импульсов. И это вот результат дробления третьей пробы. Она серая. Это результат дробления второй пробы. А это результат дробления первой пробы. Вот. Непонятно, почему она серая. Вот. Тут также присутствует какой-то вот ксенолит кариопулевого шпата. Будем, собственно, анализ сделать. Смотреть, откуда он взялся. Сколько разряда бахнет? Настолько же, думаю. 100. Разряда второй образец вот у нас весь вот здесь и вот в таком виде. Это вот как раз таки полно проявленная форель, которая имеет такой красноватый оттенок. вот с шлировой текстурой и, как мы можем видеть, некоторая ориентировка фемических минералов. Вот. То есть можно наблюдать, что они в каком-то слабо проявленном, но, видимо, в каком-то ориентировании находятся в этом пространстве. Вот сейчас продробим и узнаем, что там. Да, я помню. Образец номер шесть уже, да? Да, это VGR 26. Это розово-серый гранит. Точнее, да, розово-серый гранит, уже трахетоидный третьей фазы. Собственно, будем его дробить, посмотрим, что из этого получится. Очень необычная текстура у него. Да, трахетоидная, вот. Обуславливается вот такими вот примерно листами калиопулевого шпата. Это... Лейсты это называется? Лейсты, да, удлинённые диаморфные кристаллы. Они удлинённые или табличатые? Удлинённые, табличатые, как хочешь называй. Не, ну просто... Такой-такой гапитус как бы подходит. Вот. Я как бы трахетоидную себе представляю, но не знал, они именно удлинённые или всё-таки они как бы просто как таблички. То есть удлинённые... Ну, они в любом случае вдоль оси удлинены, вдоль оси какой-то типа С. А, понял. Вот. Или там А, не помню. Вот. И помимо вот этих удлинённых табличек калиопулевого шпата, есть также ксенокристаллы. Вот. Со второй фазы, скорее всего, это овоит. Впрочем, ничего особо тут интересного нету. Порода у вас серовато-розового цвета, всё с ней нормально. Третья фаза. Отлично. Так, это у нас продукты электроимпульсной дезинтеграции по гранитам. Первая проба, фракция плюс один миллиметр. И сейчас мы будем её измельчать до минус одного миллиметра при помощи спарка десятого. Мы заливаем 250 миллилитров чистой и холодной воды. И ставим её в камеру дезинтеграции. Оп-па! Это что, страховка? Штанга та же самая, что там стоит. Страховочная. Итак, после первого теста 50-ти разряда у нас получилось следующее. Сейчас мы контролирующее сито используем 800 микрометров. и снимаем скалетом из камеры на сито. Ну, изначально фракция была... Сколько? Минус один. Ага, плюс один. Плюс один, да? То есть у нас не было фракции минус один. После 50-ти разрядов мы получили вот такое распределение. Так как наша цель увидеть аксессории, а также измельчить всё до минус одного, я предлагаю сохранять такой баланс и либо сохранить экспозицию в 50 разрядов, либо увеличить её до 100 разрядов, чтобы у нас немножко больше измельчалось. Что ты думаешь к этому поводу, Влад? Не уверен, что тут наберётся как минимум 20 грамм. Нет, надо на любом случае всё измельчать. Ты же всю навеску от квартала. Я так и думаю. Просто к тому, что мы можем вообще сразу 200 разрядов сделать, и всё измельчить, но тогда ты там оттуда ничего не отберёшь. Там всё пыль будет. А можем измельчать типа с сохранением крупных кристаллов? Отсюда не надо ничего отбирать? Нет. Давай-то от 200 разрядов бахнем. Давай. Отбирать будем всё равно в другое, где 75 процентов. Окей. Отбирать авоиды. Ну а авоиды, КПШ не важно. Смотри, вот чёрные штучки скрылись. До этого отцовские были, они всё выбились. Слютки? Ну вот не только слютки, это что-то твёрдое. По-моему, ещё какие-то эти... Ну и хвостки, хвосткая слюда. Так, после ещё 150 разрядов у нас всё ещё есть крупный материал. Здесь можно не жалеть. Но вообще посильнее дробить, подробанную, чем большой раз, да? Почти не осталось уже ничего. Угу. Ну тогда добьём. Или не будем добивать? Давай добьём? Ну, если... Пряможда там вон, а? Хочешь... Что сказать? Дело принципа! Ну да, ты... Поехали! Ну... Поехали!